Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сейчас решили записывать деяния апостола с толкованием блаженного Хафилахта и кратко буду комментировать. Так попросили нас сделать, уже Матфея, но считали мы откровения. Дальше считаем. Деяния 2 глава, 14-15 стих. Петр же, став с 11-ю, возвысил голос свой и возгласил им. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Толкование блаженного Хафилахта. «Выше видел ты промышление, здесь замечаю мужество, потому что, если все слушатели удивлялись, то разве не столько же было удивительно и то, что человек простой и не книжный возвысил голос среди такого множества, несмотря на то, что были и клеветавшие, и способные убить. Уже ли это не выше человеческих сил? Ну, посмотри. Тотчас, по возвышению голоса, Петр изобличает обман, доказывая, что они не пьяны, но они не выступление. Что же такое происходит с ним и с 11-ю? Петр произносил общее мнение и общий голос и был устами всех, а 11 предстояли тут, свидетельствуя о том, что он говорил. Начал речь с большим дерзновением, для того, чтобы тотчас в начале ее почувствовали благодать духа. Тот, кто не выдержал вопроса слабой рабы, тот самый среди народа и убийц, говорит с таким дерзновением. Прежде, чем получил дар языков, Петр устрашился, когда спрашивала его одна только рабыня-предверница. Там одна рабыня. И великий страх. Здесь неисчислимое множество и голос, полный великого дерзновения. И что значит возражение? Что не в обычае упиваться в третьем часу. Но Петр не остановился на нем, потому что и сами они не так думали о апостолах, но говорили так только по клевете. Деяние 2 глава 16 по 18 стих. Но это есть предвлеченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. Толкование. Ссылается не на Христово имя, не на Христово обетование, но на обетование Отца. Замечай предусмотрительность. Не умолчал о пророчестве, но и не сказал прямо о том, что касается Христа. Именно, что он после того, как был распят и восстал, обещал апостолам этот дар. Если бы Петр сказал это, то испортил бы все, хотя это и могло доказать божественность Христа, но показалось бы невероятным. Вопрос же в том, что вы поверили тому, что говорится, а то, что показалось бы невероятным, заставило бы их поколебаться. Этих недоумений ничто не в состоянии разрешить, кроме пророческого свидетельства. Итак, когда возникает какой-нибудь сомнительный вопрос, не прибегать к рассуждениям. рассудочное обсуждение так же опровергается, как составляется. А глаз Божий кто разрушит? Рассуждение разрушается, Писание не разрушается. Не сказано, излью дух мой, но от духа моего. Не дух, но дар духа изливается на всякую плоть, и именно на уверовавшую, то есть на язычников. Подают им добрые надежды и не позволяют ожидаемое благо присваить себе одним. Через это самое он подсекает и зависть в самом ее корне. Обрати же внимание на то, как разнообразно откровение Святого Духа. Один, имея благодать Духа, пророчествует. Другой, не способный на это служение, получает дар видений. Так Петр в шестом часу дня видит сосуд. Так Корнилий в девятом часу видит ангела. Комментарий Игнатия Лапкина. Военачальник заботится о хорошем питании, вооружении и здоровье своих воинов. И задача государей состоит именно в том, чтобы во всем этом превзойти противника. Ни в чем нет такого прогресса, как в военной технике. Слово машины впервые применяется в Библии о стенобитной машине. То есть в военном опыте. Всякое оружие в следующем поколении становится более мощным, а прошлое устаревает. Слово Божие есть оружие христианина, которому вручил ему сам Бог. 2 Коринфянам 6 глава 7 стих. Слово истины в силе Божией с оружием правды в правой и левой руке. Верующим во Христа не приходится заботиться об улучшении оружия при наступлении, обороне и отступлении. Оно одно и то же, многопрофильно. Это Святая Библия. Но оно имеет особое свойство поражать и того, кто им пользуется, и врачевать, исцелять. Евреям 4 глава 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча об иду острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Чтобы правильно пользоваться этим нестареющим оружием, нужно очень хорошо знать смысл того местописания, которым ты пользуешься. Об этом и говорит Златоуст к тем, кто знает Библию. И где это написано? Не показывай мне написанного, а дай смысл написанного. И вот в этом смысле самые вооруженные, как говорят в мире, до зубов, то есть весь род наполнил Словом Божиим, такими теоретически являются православные. Им не надо придумать толкование, заниматься годами над разгадыванием каких-то текстов, как это принято в сектах, но стоит только помолиться Христу и в смирении открыть труды святых отцов, а конкретно блаженного фифилакта, и ты уже знаешь толкование. А остается только применить на практике, чтобы обезопасить себя отцу и мудрие, и ничего не навесить на меч, и чтобы он легко выходил из ножен для поражения ретиков и безбожников. Святые отцы дали специальное правило, 6-й Вселенский собор, 19-е правило, чтобы никто не толковал Библию вопреки уже истолкованного святыми мужами. Иоанн Златоуст, кто согласен с Писанием, тот христианин, а кто не согласен с ним, тот далек от этого правила. Если бы вы внимали Писанию, этому духовному оружию, и каждодневно упражнялись с ним, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, язычниками, еретиками, а напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но так как вы не умеете пользоваться Писанием, то я боюсь за эту борьбу, боюсь, чтобы они, застав вас безоружными, низложили вас. Застав вас безоружными, то есть православные. Видите, как я толкую, я ничего не толкую, я эти места только расширил через златоуста. Деяния 2 глава с 19 по 21 стих. И покажи чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Толкование Этими словами пророк наперед ясно предсказывает и о будущем суде, и об Иерусалиме, и о плане иудеев, и о событиях, имевших быть при кресте Христовом, и, наконец, о том, что случилось с иудеями вследствие римской войны, когда в иудеи проливалось римлянами множество крови, когда развивался дым от сожигаемых городов и селений. Через это иудеи несли наказание за свою дерзость против Христа, за дерзость, которой не перенесло и самое солнце, и смежило свое око. Не перенесло. Да. световую силу и луна свой сребровидный образ изменила в красный свет. Говорят, однако же, будто много подобных явлений было на небе и во время разрушения Иерусалима. Так свидетельствует Иосиф Флавий. Впрочем, словами «луна привозится в кровь», пророк указывает и на чрезмерную жестокость заклания, то есть распятие Господа. Но почему происходит это в третьем часу? Чтобы показать чудесность этого явления. Блеск огня виден среди светлого дня, когда все на площади. Скажи, Иудею, если одно лицо и одно имя у Божества, и если Бог говорит сам о себе, то почему не сказал «прежде, нежели наступит день Господень?» Если говорит Петр «вы согрешаете теперь безнаказанно, так на это не надейтесь, потому что это только начало того великого и трудного дня». Подвигнув этим и устрашив сердца их, Он успокаивает их и дозволяет им питать доброй надеждой. Но не просто призовет, а то призовет с расположением и с доброй жизнью. Включив теперь свою речь слово о вере, о необходимости веры, потому что спасение зависит от призывания. Он делает свою речь удобно понятную. Имя Господне по объяснению Павла призывается во имя Христа, но Петр на этот раз не решился открыть это своим слушателям. Деяние 2 глава с 22 по 24 стих Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Вот интересно, и пригвоздив, слово что означает пригвоздив руками, то есть прибили гвозди, а свидетели Иеговы называют, нет, только веревкой привязаны вверх, вот так, а тут слово ясное говорит свидетели и раны от гвоздей, вообще. Толкование. Слово это не есть лесть, но так как Петр сильно укорил их, то теперь снисходит им и напоминает о праотцах, убеждая припомнить их веру, и снова начинает сначала, чтобы не возмутить их, так как намерен был напомнить им об Иисусе. прежде, слушая пророка, они не могли возмущаться и посмотреть, как он ничего не говорит об истинах, возвышенных, но начинает со сторон, которые говорят о великом смирении Иисуса Назарея. Говорит, называя Иисуса по Отечеству, которое представлялось очень ничтожным. как в тех случаях, когда Христос называется Божьей силою и Божьей премудростью, мы относим эти названия к Его Божеству, так в тех случаях, когда Он называется человеком и умершим за грехи наши, мы относим названия эти к Его плоти. И Сам Он говорил некогда. Вы ищите убить меня, человека, который говорил вам истину. Ивангелие Атиана, 18 глава, 4-7 стих, 37 стих, Ивангелие Атиана, 10 глава, 29 стих. Отсюда на основании первого текста возникла ересь самосадская, полагавшая, что Иисус простой человек. Поистине Бог действует как бы через Сына, через Которого и веки сотворил, евреям 1 глава 2 стих, а выражение среди вас призывает их свидетели того, что говорит среди вас значит не тайна, не в уголке. Потом, напав на их беззаконие, старается снять с них ответственность за него и говорит, что они не своей силой сделали то, на что дерзнули, но потому, что он сам соизволил на это и что это определено было свыше по предведению Божию. Далее, чтобы не показалось, что они невинны, так как хотя это и было определено, однако же убийцами были они. Чтобы не показалось так, он прибавляет руками беззаконных, то есть или через предателя Иуду, или через распявших Христа воинов. Хотя известно, что пригвоздившие его ко Христу совершили беззаконие, тем не менее, сначала Петр говорит об этом неясно, чтобы не довести их до отчаяния. Ах, как он решился сказать среди убийц, что Христос воскрес, а если говорится, что Отец воскресил его, так это по причине немощи слушателей, потому что посредством кого действует Отец? Посредством своей силы, а сила Отца Христос. Итак, Он Сам воскресил Себя, хотя и говорится, что Его воскресил Отец, разрушив узы смертные. показывает, что и смерть мучилась кабы родами и страшно страдала, когда завладела им, потому что Ветхий Завет болезней, кабы рождающей смерти, называет опасностью и бедствием для нее. Рождающая не удерживает того, что находится в ней, и не действует, но страдает и спешит освободиться. Прекрасно назвал воскресение разрушением уз смерти, так что можно сказать, разорван, разорвав беременная и страдающая родами чрева. Христос Спаситель появляется и выходит кабы из какой рождающей утробы, то есть из уст смерти и среды ада, поэтому он и назван перворожденным из мертвых. Деяние 2 глава с 25 по 28 стих. Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одеснует меня, дабы я не поколебался, оттого возрадовал сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в упование, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть ление, ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью при лице твоим толкование. Когда намощенный таинственно духом своим, Христос вступил в борьбу со смертью и подчинился этому губителю, тогда появившийся противник был сокрушен, хотя и совершилось это теперь, но предначертано было издревле. Бог соизволял на это сначала, и сначала так предначертал, Иисус принял образ раба. Если же здесь говорится, что отец есть одесну и сына, а в других местах говорится, что сын одесну и отца, то этим обозначается их равенство. Так как Иисус, восприяв смерть, совлек ту плоть, какую принял по плану домостроительства, чтобы снова воскресить ее от смерти, то справедливо, что плоть его питала себя упованием в ожидании воскресения. Они верно и благочестиво говорят, что тело восстало, чтобы быть нетленным и духовным, так как воскрешая плоть, после воскресения есть тело духовное и нетленное, путь жизни, то есть тот путь, который души праведников прошли вместе с искупителем, выходя из преисподних мест. Под лицом следует разуметь явление Господа в божественном образе и презрение на нас, которому ближе призрел нас. Деяние 2 глава с 29 по 31 стих. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Толкование. Изложив свидетельство Давида, присовкупляет мужи братья, когда намерен сказать что-либо великое, предварительно пользуется этим оборотом, воодушевляя их и примеряя. А где не представлялось ничего такого, что могло бы быть вредным, там говорит с большей умеренностью. «Если бы таким образом он сказал просто это сказано Давидом, то показался бы суровым и скорее возбудил бы в них гнев, чем садело бы их послушными. Оказанием же большей чести блаженному Давиду он достигает того, что является удобоприемлемой мыслью, что пророчество это сказано о Христе. В таком духе построена и вся эта речь его. Далее не прямо переходит ко Христу, но снова прославляет Давида. И этими прославлениями Давида достигается цель слова. Потому что для того и говорится это, чтобы иудеи ради чести оказываемые ими Давиду и ради его рода приняли слово о воскресении Христа. Так что если бы этого не было, то есть если бы они не приняли слово о воскресении, то и оказали бы пренебрежение к пророчеству и подорвали бы уважение к себе самим. Престол употребляется вместо царства во многих местах божественного писания. Так и здесь и в следующем месте престол Твой Божий век века. По плоти говорит, потому что по божеству Он от века и всегда сидит вместе с Отцом. приписывает же все Отцу, чтобы удобнее могли принять то, что говорится. Но каким образом сидит на престоле Давидовом? Таким, что Он есть царь и иудеев, и тем более тех, которые распяли его. Деяния 2 глава с 32 по 36 стих. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен Десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но Сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих в поднож женок твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Толкование в начале слова, когда и пророк Иоиля привел во свидетелей, не говорил, что Христос послал Духа Святого, но говорил, что послал Его Отец. А когда напомнил и о знамениях Христовых и о том, что сделано было против Христа, и когда с дерзновением высказал истину об Его воскресении, тогда, наконец, говорит уже, что Христос излил Духа Святого, что, следовательно, пророк о Нем говорил и будет в последние дни. Обетование же разумеет или то, которое обещал сам апостолам, или то, которое обетовал Иисусу Отец прежде Креста и страданий. А так как Петр имел сказать великую и высокую истину, именно то, что Духа Святого излил Христос, то затеняет ее, сказав, что Отец дал ему это обетование, потому что кто бы что ни говорил, если слово свое оканчивает без пользы, говорит напрасно и попусту. Показывает также Петр, что крест не только не унизил Иисуса, но придал ему еще более блеска. Здесь Петр говорит уже без опасения, так как сказанное выше ободрило его. Если уже Давид называет Иисуса Господом, то тем более иудеи не должны отрицать этого. А чтобы не подорвать веру в себя, он приписывает все Отцу. После того, как сказал о предметах великих, он слово свое снова сводит на дела смирения Иисуса. А кто сие враги? Это объясняет апостол. 1 Коринфянам 15 глава 24 по 26 стих. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему он длежит царство, доколе изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. все на этом слава Христу хорошо получилось благодарю давай